Порой в жизни происходят невероятные, даже фантастические вещи. Правда, они могут выйти боком, но главное не сдаваться. Первая книжка «Зелёная комната» Веры Ильиной. Феня занимается спортивным плаванием, хотя терпеть не может соревнования. А ещё она любит конфеты, но мама не разрешает ей сладкое. Феня хочет бросить плавание и жить свободно. Стас одержим компьютерными играми. Он мечтает о неограниченном доступе к интернету, но отец такого никогда не допустит. Однажды ребята попадают в зелёную комнату, где есть всё, чего им так не хватает в жизни. Однако, если зелёная комната – это свобода, почему из неё нельзя выйти? Вторая история «Падать в звёзды» Елены Станиславской. С виду Сашка обычная девчонка, но внутри у неё воздух. Её повсюду подстерегают опасности. Нож, кнопка, острый карандаш – девочке нельзя касаться самых обыкновенных предметов. Саша уже смирилась со своей судьбой. Во всяком случае, так ей казалось, пока однажды одноклассник не принёс в школу канцелярский нож. И третья книжка «Лёшкины беды или трико супергероя» Александры Зайцевой. Лёшка мечтает о двух вещах. Имеет суперспособность и сходить в новый парк развлечений, и всё сбывается. В день рождения он задувает свечки на торте, загадывает суперсилу, а после отправляется на аттракционы. Там Лёшка сильно ударяется головой и с этого дня знает ответы на все вопросы. Вот только он не может промолчать или соврать.